я думал о том о чем же нам поговорить сегодня что сейчас происходит я думаю что я просто поделюсь своими соображениями о том что мы будем видеть в следующем году и несколько лет впереди я буду говорить об онкогенетических драйверных мутациях о эджи фр о л к не буду говорить об иммунотерапии мне кажется в будущем она не сильно то изменится настоящий момент пациенты которые страдают от немелкоклеточного рака и имеют мутации эджи фр можно по сути своей использовать только три лекарства афотиниб гефетиниб и эрлотиниб в настоящее время мне кажется здесь речь идет скорее о каких-то маркетинговых вопросах потому что эффективность всех трех препаратов в принципе одинаково что было доказано в ходе японского исследования и что было подтверждено европейским медицинским агентством так это то что комбинация элотиниба и бавесисумаба является оптимальной для пациентов с мутациями эгфр как как лечение первого порядка для немелкоклеточного рака легких и мы наблюдали с этой комбинацией повышение регресс прогрессии выживаемости на протяжении 6 месяцев для теракиназа ингибитора эгфр это лекарство было особенно эффективным и 60 процентов а пациентов пострадали от мутации определенного типа которая называется t790 m и для них в силу получения высокой резистенции эта комбинация менее эффективна сейчас существует лекарства которые одобрены европейским медицинским агентством это озимити ниб и это лекарство активно против устойчивых мутаций больше чем другие типы и джел 4 и чем другие лекарства предназначенные для рака с мутациями здесь мы наблюдаем совмещение дики она и для t709 m для в комбинации жидкостной биопсии для резистивности t790 m и при лечении озимир тенибом для большинства пациентов с карциномой легких в конечном итоге в на протяжении заболеваний и уже спустя многих лет они получают метастазы в мозг и это очень тяжелая ситуация вплоть до сегодняшнего дня потому что и это было представлено на эску в этом году озиметри ниб обладает очень хорошей пенетрации и пациенты которые имеют документированные метастазы в мозг демонстрировали доказанную эффективность при лечении озиме три нибом что вселяет надежду для этих пациентов возможно это уже будет принято как стандартное лечение но пока этого не было сделано были проделаны другие исследования озиме три ниба для пациентов с мутацией эгфр и выживаемость исследовала было исследовано на протяжении более 18 месяцев то есть практически двух лет вы видите здесь прогрессии выживаемости если они будут подтверждены рандомизированными исследования которые за флаура они уже были пациенты для них уже были собраны я думаю что у нас будет очень интересное новое лечение для таких пациентов однако у этого лекарства есть серьезные противопоказания и побочные эффекты что препятствует его назначение для большого количества пациентов одобрение этого лекарства было одобрено на основе документации для мутации t790m нам приходится делать агрессивную повторную биопсию для этих пациентов когда мы ее делаем мы используем жидкую биопсию в крови циркулирует свободное днк и мы можем доказать наличие мутации t790m в крови таким образом причем чувствительность плазмы здесь составляет почти 81 процент у вас есть пациенты с таким заболеванием вы делаете жидкую биопсию проверяете чувствительность плазмы если t790m в крови отсутствует тогда вы делаете себе все ткани как мы сейчас то и делаем по стандартной практике другое алкогенетический драйвер это алк здесь мы также наблюдаем повышение выживаемости и резистентность к характерному лечению но эта форма отличается от раков мутации gfr здесь нет какой-то доминирующей мутации вместо этого наблюдается серия мутации и я думаю что в будущем мы сможем определять где именно располагаются мутации и будущем у нас появится 3 4 5 лекарств в зависимости от мутации по каждому для типа рака и для каждого пациента как это будет осуществляться в настоящее время в нашей практике пациенты получают лечение кризоценибом для рака с а лк после биопсии они получают одобрение на лечение церетинибом и как вы можете видеть с этой водопадной диаграммой мы можете наблюдать прогрессию выжимаемости на протяжении 3 6 9 месяцев александиниб другое лекарство не было одобрено в европе обладает аналогичной активностью в отношении пациентов с устойчивостью корресе к церетинибу так что у нас здесь есть два хороших варианта лечения для того чтобы перейти к более так сказать тонкой настройки и поговорить о мутациях следует поговорить о мутации g1202 r прогрессии к лиценибу с реценибу но у нас есть два других лекарства при гатениб в частности которые на сегодняшний момент обсуждалось очень активно на эску является многообещающим лекарством для пациентов с именно тип с именно этим типом мутации лорлатиниб демонстрирует среднюю положительную прогрессию для больных с алк положительным немелкоклеточным раком легкого это задокментированные результаты для пациентов которые получали лорлатиниб после клоратиниба это меняет парадигму лечения этих пациентов люди с онкогенетическим драйвером мутации имеют метастазы в мозг не обязательно теперь для них делать радиографическое лечение мозга они могут получать медикаментозное лечение и это большое достижение медицины при гатениб другое средство который также был представлен на заседании эско в этом году тоже демонстрирует активность в отношении определенных мутаций и тоже имеет очень хорошую пенетрацию в мозг вот как это все будет меняться я продемонстрирую вам как это будет меняться для пациентов это было исследование рандомизированное исследование которое сравнивало алектиниб потенциальный новый стандарт лечения с крицитенибом для японцев с алк положительным раком которые до этого не получали лечение как вы можете здесь видеть медиальная прогрессия выживаемости не была достигнута и уровень опасности здесь 0.34 глобальное исследование было только начато результаты получим концу года но я почти уверен что оптимальным лечением для пациентов по причинам будет алектиниб опять же причина в этом это метастазы в мозг это анализ метастазов и исследования пациентов до лечения вы видите здесь показатели 0.39 в пользу алектиниба ситуация которая до раньше мы просто не могли себе представить это лекарство которое очень активно по отношению к метастазам в мозгу давайте посмотрим на другие два часто встречающиеся другие часто встречающиеся мутации сейчас если вы можете протестировать молекулярный профиль опухоли вы обычно сталкиваетесь гораздо большим количеством вариантов и я просто продемонстрирую то чем вы в принципе можете столкнуться помимо этих двух самых характерных мутаций вы знаете что одного пациента 1 процента пациентов встречается фузия роз 1 и для них стандартным лечением является кризис и ниб для мутации хер-2 существует целый ряд лекарств возможно самый лучший афаси ниб они также были доказаны в ходе клинических исследований мэт также можно амфортировать амфлифицировать и опять же для амфлифицирующего рака кризис и ниб является оптимальным лекарством мы наблюдаем 14 делится и мэт который предотвращает белок от его распада это не онкогенический драйвер и опять же кризис и ниб в этой ситуации является лекарством первого выбора также есть фузия red мы проделывали в европе большое исследование эффективность алекции ниба для red фузии сейчас мы также говорим об лекарстве энтрактинип который применяется в отношении алк положительных препаратов в настоящее время проходит тестирование для пациентов с брав оптимальной комбинации является добрафенип плюс траметенип и на это особенно характерно для пациентов с меланомой скорее всего у них будет мутация брав по другим амфлификациям для рака легкого мы можем быть от 3d 1 тд м 1 это лекарство которое проходит испытания в том числе и для рака груди я пропущу некоторые детали потому что я их уже коротко осветил и перейду к иммунотерапии я почти уверен что вы сейчас много слышите о прогрессе в иммунотерапии хочу вам продемонстрировать что скорее всего произойдет в ближайшие годы мы говорим о развитии комбинированных препаратов использование иммуноингибиторов как лекарства в первого порядка и иммуноингибиторов в качестве одевантной терапии возьмем пациентов с плоскоклеточной и неплоскоклеточной карциномой 017 057 на эску в этом году были представлены показатели выживаемости для этих пациентов на протяжении двух лет которые получали неволомаб как лечение второго уровня их выживаемость повысилась на 23 процента по сравнению со стандартным многие из пациентов вышли на плато и получили очень хорошие результаты на неволомабе для пациентов с неплоскоклеточной карциномы мы также исследовали неволомаб здесь данные не настолько однозначные потому что мы не можем понять выйдут ли пациенты в конце этой кривой на платом но опять же когда речь идет о лечении немецкостезирующего рака немецкостезирующего рака немецкостезирующего рака и карциномы мы можем говорить о бивациномабе но здесь для них лечение первого и первого порядка является лечение иммунным ингибитором неволомаб неволомаб пембролизумаб показывает улучшение выживаемости у которых пациентов хотя бы один процент положительных клеток ПДЛ-1 в раковой опухоли и конечно же выживаемость более длительность длительная по сравнению с предшествующим председчество и терапии с докатакселом второй линии какие же еще преимущества мы пока имеем прежде всего улучшение выживаемости с иммунотерапией но иммунотерапия намного лучше переносится чем химиотерапия с докситакцелом вопрос заключается в следующем и я надеюсь что мы ответим на этот вопрос в будущем как долго вы должны лечить пациента это очень дорогостоящее лечение в клинических исследованиях пациенты лечатся даже после прогрессирования уже в течение одного года или два года пока лечение не останавливается но мы не знаем совершенно какой интервал необходим и будет ли хорошо назначать повторное лечение это пациент из моей клиники 70-летний мужчина четвертой стадии аденокарциномы легких ему не назначена была химиотерапия он принял участие в клиническом исследовании с отезолизумабом это антитело антитело моноклональное антитело к ПДЛ1 и пациент очень хорошо переносил это лечение и после двух курсов лечение остановилось через 9 месяцев у него возникло возник прогрессирование КТ один из патологических очагов появился этот патологический очаг была произведена стереотоксическая радиотерапия и сейчас у пациента все в порядке я надеюсь что в будущем у нас будет исследование и мы узнаем как лучше использовать и при иммунотерапии точки контроля в настоящий момент показания для назначения как вторая терапия второй линии вопрос нужно заменять эту химиотерапию с метастатическими заболеваниями пациентов вопрос здесь посмотри существует разница в уровне ответа или нет отезолизумаб антитело против ПДЛ1 и пациенты были пролечены как третья линия терапии вторая линия и первая линия ответ совершенно одинаковый нет никакой разницы достаточно продленная фаза 1 клинического исследования 1000 пациентов с пембролизумабом это похорда пациентов у которых не было лечения до того метастатическое заболевание выживаемость без прогрессирования зеленая для пациентов наивных пациентов у которых имеется экспрессия опухоли ПДЛ1 очень сильная экспрессия при иммуногистохимии прогрессирование без прогрессирования 12,5 месяцев и никогда мы не видели такого использования химиотерапии а общее выживание медиана была не достигнута показания следующие для некоторых пациентов у которых очень сильная экспрессия ПДЛ1 иммунные точки контроля будут в будущем это будет лечение выбора если я буду говорить о комбинации например в случае меланомы было задокументировано во всяком случае в числовом выражении что эпилемумаб который являлся стандартом лечения который с метастатической эпилемумаб результаты лучше получились с неволомабом менее токсичным и комбинированная терапия и CTL4 антитела и беломаб и эпилемумаб и антитела новолобумаб меланома в случае меланомы ПДЛ1 положительный эти пациенты не показали преимущества в комбинации препаратов потому что профиль токсичности был неудовлетворительный также мы посмотрели в случае больных с раком легких это было представлено на ДЕСТКО но также было в журнале онкологии опубликовано достаточно сложные исследования но если мы упростим дизайн исследования использовали CTL4 антитела тремя либумаб ПДЛ1 плюс ПДЛ1 антитела комбинации у пациентов с как первая линия немилкоклеточного рака легких что было получено этом пилотном проекте очень хороший ответ но если мы посмотрим на цветовую гамму ПДЛ1 положительный ПДЛ отрицательный серая недоступна не имела впечатление что не имела значение экспрессирует ли опухоль ПДЛ1 или нет в скобочках я бы опасна некоторые вам необходимо задать вопрос а что это означает поскольку если нет экспрессии любые компании фармацевтические компании делают создают такое определение 25 процентов клеток должно быть положительное тогда нужно использовать данный препарат не очень легко сравнить данные полученные в разных исследованиях помимо но если мы посмотрим на этих пациентов пациента ПДЛ1 положительный ПДЛ отрицательный согласно шкале создается впечатление что нет разницы в ответе и время ремиссии этих пациентов все же недели но я надеюсь в этом направлении будем думать следующая презентация которая была представлена ДЭСКО это CT4 антитела Ниволумап и Пилимумап комбинация какой же лучше какая лучшая комбинация будет чтобы войти в третью фазу исследования что показано комбинация здесь если мы посмотрим 3-4 токсичность степень токсичность 3-4 стадия по сравнению с Ниволумапом только если мы посмотрим на побочные явления относящиеся к лечению то нет существенной разницы используете ли вы монотерапию или комбинацию когда люди приобретают опыт и знают как уже работать с этими препаратами когда возникают побочные эффекты и как с ними справляться нет необходимости останавливать лечение это уровень ответа это уровень ответа от Ниволумап 23% только Ниволумап 3 мг каждые 2 недели и эпилумап 1 мг каждые 12 недель и приблизительно уровень ответа 40% даже 47% и вот эти пациенты в случае меланомы если PD-L1 негативная серым столбиком неволомап синяя комбинация приблизительно одинаковая все пациенты показали лучший уровень ответа не в зависимости от положительности PD-L1 если мы используем комбинированные препараты и немножечко если мы закроем этот круг сейчас у нас имеется пресс-релиз мёк это Keynote 0,24 общая выживаемость и выживаемость без рецидивы и исследователи пациенты где у которых имелось 50% по крайней мере положительных с PD-L4 и эти данные были представлены на заседании ДЭСМО но во всяком случае может быть для определенной когорты пациентов можно использовать эту схему как терапия первой линии 15 тысяч пациентов по всему по всему миру исследованы и мы иммунный чекпоинт и иммун чекпоинт химиотерапия и иммунотерапия или комбинация в течение 2-3 лет будет совершенно ясно и я надеюсь на будущее что будет определенная когорта пациентов пациенты с мутацией у которых воспалительные опухоли и с иммунотерапией они будут получать первую линию терапию а затем уже химиотерапию конечно если мы посмотрим на комбинацию третья стадия заболевания химорадиотерапия неодевантная химиотерапия хирургическое вмешательство клинические исследования рассматривают где же добавлять иммунотерапию где начинать радиотерапию то есть лучевую терапию если если мы говорим о меланоме метастатическое заболевание сможем ли увеличить процент выживаемости пациентов и у нас проходит сейчас большое европейское исследование 14 1400 пациентов пембрулизумаб плюс плацебо один год после радикальной операции мы мы заканчиваем не мелкоклеточную часть в эсмо мы проводим 2 2 исследования в копенгагене в октябре вчера мы проводили вот это заседание эсмо в сингапуре и мы надеемся что будут проходить там клинические исследования по иммунотерапии у нас имеется мы проводим заседание в европейской в европе в гене в апреле или в мае 2017 году будет проводиться заседание совета по раку легких европейского а это мой город какие то вопросы из аудитории у вас есть вопросы наверное да спасибо большое за прекрасную презентацию можете сказать несколько слов о мелкоклеточном раке легких и иммунотерапии я покажу на слайдах эту информацию давайте вернемся к моему к моему докладу поскольку в данном случае у нас нет никакого нового лечения я сконцентрировалась исключила из своей презентации эти слайды потому что сконцентрировалась на немелкоклеточном раке мы говорили о иммунотерапии иммунотерапии мезотелиома мезотелиома вторая линия химиотерапия и плюс пембролизумаб пациенты этот препарат достаточно активен в отношении меланомы но мы не знаем в какой степени это два вопроса что касается мелкоклеточного рака никогда не было таргетной терапии в данном случае мы слышали в Вене на заседании СМО существует поверхностный протеин который называется ДЛЛ3 это новое нейроэндокринное заболевание и существует антитело моноклональное антитело которое направлено непосредственно на ДЛЛ3 на этот поверхностный экспрессируемый протеин и если пациенты получили достаточно активное лечение в случае непролеченного мелкоклеточного рака легких то треть пациентов у которых имеется очень сильная экспрессия ДЛ3 39% мы надеемся что с данным подходом это будет новая надежда в случае лечения мелкоклеточного рака легких публикация статьи в прошлом году была опубликована это КИНОТ 0.28 когорта пациентов с злокачественной мезотелиомы старые исследования проводили селекцию пациентов у которых хотя бы немножко была экспрессия ПДЛ4 эти пациенты они вошли в исследование уровень ответа было 28% и это диаграмма водопада в виде водопада было проведено исследование которое рассматривало НИВОЛУМАП только или НИВОЛУМАП плюс ИПИЛИМУМАП в случае мелкоклеточного рака это такое спагетти распределение а это НИВОЛУМАП 3 миллиграмма и НИВОЛИМУМАП и ИПИЛИМУМАП и самые лучшие результаты были получены здесь это если мы говорим о рефракторном мелкоклеточном раке если посмотрим опять на комбинацию это НИВО1 и ЭПИ3 если например у нас токсичность третьего и четвертой степени выше чем токсичность только с НИВОЛУМАПом и уровень ответа выше эти данные которые были представлены в онкологическом журнале НИВО1 ЭПИ3 прогрессирование выживание без прогрессирования и рефракторных пациентов это месяцы сколько пациентов вы знаете имели вторую линию лечения и все еще живы более чем один год с назначением данной химиотерапии для того чтобы действительно подтвердить мы исследования исследования пациенты которые согласились принять участие ограниченное заболевание стандартная химиотерапия стандартная лучевая терапия ПЦР затем рандомизация после консолидации и наблюдения и вот с этой комбинацией НИВО1 ЭПИ3 и сейчас это исследование продолжается в Европе 40 человек участвуют в исследовании и мы можем подтвердить эти результаты на 20 на в 20 20 в в в